И к новостям спорта. Впервые в истории областного баскетбола три юношеские команды пробились в полуфинал первенства России. Теперь игрокам предстоит битва за право выступить в финале. Игры стартовали в недавно открывшемся спорткомплексе МТЛ-Арена-2 и вызвали горячий интерес у самарской публики и нашей съемочной группы. Главные болельщики юных баскетболистов – это их родители. Баскетбольный клуб «Самара», представленный на этом турнире юношеской командой, оказался в особых условиях. На игры ребят имели возможность прийти как родственники, так и друзья. Горячая поддержка не раз помогала баскетболистам в сложные моменты. Очень много поклонников, родителей, друзья, детей, соседи, ну и вообще, кто занимается баскетболом. Это вот и есть то, чего мы хотим добиться – популяризация этого вида спорта, больше массовости, ну и, конечно же, выполнение турнирных задач. Кроме «Самары» в полуфинальный этап пробились Тольяттинская с Дюшор «Красные крылья» и Сызранская с Дюшор номер 2. Конкуренцию нашим игрокам составили команды из Нижнего Новгорода, Павлова и Нижнекамска. Более уверенно на турнире чувствуют себя баскетболисты из Автограда. В прошлом году они уже становились призерами российского первенства. Ребята, тренирующиеся под руководством Марии Макаровой, готовы повторить свой успех. Хотя сделать это будет уже сложнее. Уже юношеский баскетбол. На грани взрослого баскетбола ребятам надо думать, быть в хорошей физической подготовке, психологически, естественно, должны быть готовы к давлению на себя со стороны соперников. Это все, конечно, тут другой уровень уже, и это сказывается. После трех дней борьбы «Красные крылья» в лидерах. А вот Сызранские и Самарские ребята, проиграв по два матча из трех, внизу турнирной таблицы. Надо выигрывать всех, чтобы пройти дальше. Никто не сдается, пока все настроены на победу. Окончательные результаты подведут 4 февраля. Тогда мы и узнаем, сколько губернских команд пробьется в финальный этап российского первенства. Сергей Кочкин, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова